О важных событиях дня далее говорим на Freedom. Это наше время. Здравствуйте. Число раненых в результате обстрела армии РФ Купенска Харьковской области возросло до 11. Также известно об одной погибшей. После российской атаки женщину доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти. Местные власти отмечают, что российские войска ударили по городу термобарической бомбой. Она упала рядом с магазином и рынком. Вследствие ночной атаки армии РФ по Хмельницкой области повреждены многоквартирный дом, отель, магазин ритуальных услуг и библиотека. Один человек пострадал, сообщил глава военной администрации региона Сергей Тюрин. Также он уточнил, что всего над областью сбили 8 шахедов. В службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что пожар после падения обломков ликвидирован. Сейчас продолжаются работы по устранению последствий атаки. Семь домов повреждены в Мирнограде, Донецкой области. Один из российских снарядов разрушил часть пятиэтажки, после чего там начался пожар, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. К счастью, пострадавших нет. В то же время спасатели напомнили, что в городе продолжается эвакуация мирных жителей. Российские оккупанты убили четырех пленных украинских бойцов нацгвардии возле Селидова, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. По оперативным данным, 6 октября россияне во время штурма захватили украинских военных в плен. Позже они записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео. На следующий день силы обороны вернули утраченные позиции и обнаружили тела казненных украинских военнослужащих. В офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Отреагировал на бесчинство армии РФ и украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. Я в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Со своей стороны, как омбудсмен Украины, направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения. К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийство военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью. Дмитрий Лубенец. Уполномоченные Верховной Рады Украины по правам человека. В Телеграм. 148 боевых столкновений зафиксировано на фронте за прошлые сутки. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, где силы обороны Украины отбили, соответственно, 38 и 34 атаки россиян. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вблизи Селидова, Екатериновки и Кременной Балки. Там противник активно задействовал бомбардировочную и штурмовую авиацию. Как отметили в Генштабе ВСУ, украинские воины отразили штурмы российской армии и удерживают оборонные рубежи. Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует позиции Силы обороны. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери. За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Силы обороны поразили два вражеских пункта управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять артиллерийских систем противника. Украинские воины продолжают уносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал противника в тылу. Сообщение Генерального штаба ВСУ в Фейсбук. 1240 российских военных ликвидировали Силы обороны Украины за минувшие сутки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. Также украинские бойцы уничтожили два российских танка, 25 боевых бронемашины, 45 артсистем. Кроме того, поражены две реактивные системы залпового огня, 108 беспилотников, а также более 70 единиц автомобильной и специальной техники россиян. Новейшие разработки вооружения, которые усилят украинский флот и поможет стабилизировать ситуацию в Азово-Черноморском бассейне, во время визита в Данию обсудила делегация ВМС Украины с датскими коллегами и партнерами. Командующий военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Нишпапа также проинформировал о результатах применения западного оружия в отражении российской агрессии, а еще пообщался с украинскими военными моряками, которые проходят подготовку в Дании по стандартам НАТО. Глава Пентагона Лой Тостин заявил, что у США есть доказательства присутствия войск КНДР в России. Эту информацию также подтверждает разведка Южной Кореи. Там сообщили, что в ближайшие месяцы для поддержки России в войне против Украины Северная Корея планирует подготовить 12 тысяч солдат. Подробности в сюжете. Глава Пентагона Лой Тостин, выступая в Риме, заявил, что предполагаемое развертывание северокорейских войск в России очередное доказательство, что у Кремля острая нехватка живой силы. Что именно они там делают, осталось узнать. Это вещи, в которых мы должны разобраться. Лой Тостин, министр обороны США, передает Reuters. О том, что осенью Северная Корея стала готовить войска для переброски в Россию, сообщал член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Пак Сонвон. По его данным, к Небрю Пхеньян планирует подготовить около 12 тысяч северокорейских военнослужащих. Часть из них Москва может отправить на Курское направление уже в ближайшие дни, сообщил руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Северная Корея отправила в Россию ракеты и военных для участия в войне против Украины. В обмен на это Пхеньян запросил у Москвы технологии для тактического ядерного оружия, российские деньги и ноу-хау в обмен на корейских людей и ракеты. Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины, цитирует издание The Economist. Так называемое расширение сотрудничества между Пхеньяном и Москвой – это результат подписанного в июне 2024 года договора о стратегическом партнерстве, предусматривающем, помимо прочего, взаимную военную поддержку. Несмотря на то, что ни в Москве ни в Пхеньяне информацию об отправке северокорейских солдат в Москву не комментируют, в социальных сетях есть видео, которое это подтверждает. Это очень неприхотливые солдаты, способные жить буквально на миске риса в сутки. И главное, они очень послушные. Не только потому, что у них мозги промыты пропагандой, а прежде всего потому, что дома остаются их семьи. И они отлично знают, что такие режимы, как режим Кимов, делают с семьями тех, кто нарушил приказ. Поэтому появление корейцев на фронте – это по-любому фактор для нас неприятный. Но вот если одновременно он послужит фактором просветления для наших союзников, то суммарный эффект может оказаться нам на пользу. В Вашингтоне пока нет конкретных решений в ответ на появление войск НДР в России. Тогда как власти Сеула заявили о готовности предпринять поэтапные меры в ответ на военное сотрудничество Пхеньяна с Москвой. В частности, Южная Корея рассматривает возможную отправку оружия в Украину. Правительство призывает к немедленному выводу северокорейских войск. И если нынешний военный сговор между Северной Кореей и Россией продолжится, мы не будем терпеть, а будем действовать решительно вместе с международным сообществом. До сих пор Южная Корея – один из ведущих производителей оружия в мире, ограничивалась нелетальной помощью Украине, включая оборудование для разминирования. «Вероятное изменение политики Сеула в отношении Киева, включающей поставки оружия – это еще один пример того, что действия России представляют угрозу безопасности не только для Украины», заявил заместитель спикера Госдепа. «Они, очевидно, представляют угрозу мировой безопасности. Когда вы видите, как страны Индотихоокеанского и Азиатского регионов также делают суверенный выбор поддерживать Украину в ее защите, вывод из этого состоит в том, что весь мир, а не только Европа, не только союзники по НАТО, видят угрозу, опасность и безрассудство действий России». Веданд Пател – заместитель спикера Государственного департамента США на брифинге в Вашингтоне. Отправка северокорейских солдат на войну против Украины – серьезный шаг Москвы в сторону ухудшения отношений с Сеулом, уверены аналитики. При этом военные эксперты отмечают, что новые солдаты из КНДР – это не дополнительная поддержка российской армии, а скорее попытка Путина восполнить огромные потери в живой силе. Южная Корея и Польша договорились об укреплении оборонного сотрудничества. Об этом лидеры стран заявили во время совместной пресс-конференции. Как отметил Анджей Дуда, сейчас обсуждаются детали контракта по производству и поставкам танков К-2. Он также высказал пожелание, чтобы часть техники выпускалась в Польше. Кроме этого, лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности и осудили отправку войск с Северной Кореи в Россию. Ситуация в сфере международной безопасности сегодня более критическая, чем когда-либо. Основываясь на доверии, которое уже сложилось, обе наши страны создадут регулярный консультативный орган для оборонных ведомств и будут искать пути сотрудничества, чтобы содействовать во взаимной безопасности и национальной обороне. Оборонительное оружие, производимое южнокорейскими компаниями для польской армии, я бы хотел назвать полонизацией оборудования, и мы надеемся, что это производство будет, возможно, частично также перенесено в Польшу. США ведут новые санкции в отношении России, заявила глава американского казначейства Джанет Йеллен. По ее словам, они будут направлены на ограничение торговли критически важными технологиями, в том числе через третьи страны. Как сообщает Financial Times, после предупреждения США, Турция без официального объявления уже запретила экспорт в Россию товаров военного назначения. Больше расскажет Кристина Домбровская. США ограничат доступ России к ряду товаров двойного назначения. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что новые санкции будут объявлены уже на следующей неделе. Более двух лет коалиция, которую мы сформировали сразу после вторжения России в Украину, остается сильной. Мы введем новые жесткие санкции против тех, кто оказывает содействие военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные материалы для ее вооруженных сил. Министерство финансов США будет предпринимать дальнейшие шаги по ужесточению правил экспортного контроля, отметила Джанет Йеллен. Речь идет о том, что компании, которые ведут дела с подсанкционными организациями, будут отрезаны от финансовой системы США. 17 октября министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении трех китайских юридических лиц и одного физического. Они причастны к производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия «Гарпия» для российской армии. Дроны, как отметили в казначействе США, производятся на китайских заводах в сотрудничестве с российскими оборонными компаниями. В его разработке также принимали участие специалисты из Китая. Это первые санкции, введенные США в отношении организаций КНР, непосредственно разрабатывающих и производящих комплексные системы вооружений в партнерстве с российскими компаниями. Из заявления министерства финансов США. Экспорт большей части товаров двойного назначения в Россию напрямую запрещен. Но Москва нашла новые маршруты перевалки товаров, включая Индию, Малайзию и Таиланд. Летом Вашингтон призвал Анкару прекратить экспорт в Россию американского оборудования, которое можно использовать в военных целях. Как пишет Financial Times, после предупреждения США, Турция без официального объявления запретила переправлять в Россию товары двойного назначения. Речь идет об электронике, процессорах, картах памяти для ракет и дрона в системах дистанционного управления, станках и другом оборудовании, необходимых при производстве вооружений. В последние недели турецкие власти внесли изменения в национальную электронную таможенную систему. Турецким экспортерам теперь запрещено поставлять в Россию американскую продукцию из списка 50 высокотехнологичных товаров, который был составлен военными специалистами США, ЕС, Великобритании и Японии. Из публикации Financial Times. Как пишет Financial Times, до начала полномасштабного российского вторжения в Украину месячный экспорт высокотехнологичных товаров из Турции в Россию составлял около 3 миллионов долларов в месяц. Но к декабрю 2022 года, по данным турецкой статистики, он залетел до почти 38 миллионов долларов. Однако в 2024 году, после того, как США издали указ о вторичных санкциях, турецкие банки резко сократили бизнес с российскими контрагентами. И турецко-российский товароборот упал до 4,5 миллионов долларов. Как отметили эксперты, необъявленные запреты Анкары на экспорт военной продукции в Россию – это явный признак того, что Турция отходит от роли спасательного круга от западных санкций. Третий парламентский саммит Крымской платформы сегодня проходит в Риге. В столице Латвии собрались делегации из более чем 40 стран мира, а также представители международных организаций. Обсудят глобальное влияние российской агрессии и распространение правды о преступлениях РФ. Саммит двухдневный. Сегодня до самого вечера продолжатся его официальные мероприятия. Перед участниками уже выступил президент Владимир Зеленский онлайн. Он поблагодарил партнеров за помощь Украине и подчеркнул, все, что делает Россия, начиная с захвата украинского Крыма, никогда не будет принято международным сообществом. А виновные в преступлениях обязательно должны быть наказаны. Преступник не должен выиграть эту войну. Мы должны выстоять в боях, которые идут сейчас на земле в Украине. Также мы должны выстоять в битвах, продолжающихся в плоскости дипломатии. Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать похищенное. Но нужно заставлять их делать это. То есть нужно усиливать Украину и наши с вами общие позиции. Украина представила партнерам план победы, содержащий все необходимое, чтобы лишить Россию каких-либо альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира. Несмотря на десятилетия российской оккупации Крыма, полуостров от Украины не отделился. Об этом заявил глава украинского парламента Руслан Стефанчук, выступая перед участниками саммита. Также и Украина никогда не откажется от Крыма, как никогда не откажется от самого малого клочка украинской земли. Сказал Стефанчук. Также он призвал представителей парламентов, присутствующих на встрече, содействовать признанию депортации крымских татар актом геноцида, как это ранее сделали страны Балтии, Польша и Канада. А также способствовать увеличению военной помощи Украине. Я прошу каждого из вас способствовать увеличению военной поддержки Украины. Украинские города нуждаются в системах ПВО. Нам нужно, в конце концов, закрыть небо и защитить наших граждан. Я прошу вас содействовать предоставлению разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты и дроны, которые достигают западных границ нашей страны. Для нас важно снять любые ограничения на предоставление и использование дальнобойного оружия по законным военным объектам и целям на территории Российской Федерации. Мы ожидаем дополнительных решений относительно поставок самолетов F-16. По меньшей мере, 218 граждан Украины во временно оккупированном России и Крыму лишены свободы по сфабрикованным политически мотивированным уголовным делам. Из них 136 – крымские татары. Также запрещена деятельность их представительского органа Меджлиса. С началом полномасштабной войны Крымский полуостров превратился еще и в военный плацдарм, который Россия использует для массового убийства мирных украинцев. Это только часть российских преступлений, которые перечислил в своем выступлении на саммите первый заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джелял. Пока продолжается оккупация, эти преступления будут продолжаться. Наша позиция должна быть четкой. Война России против Украины началась в Крыму, и освобождением Крыма она должна завершиться. Любые предложения оставить Крым оккупанту не приведут к желаемому справедливому миру, которого мы стремимся достичь. Как подчеркнул наш президент Владимир Зеленский, Украина не торгует своей землей и не бросает своих людей. Поэтому мы верим, что вся территория Украины, включая Крым, будет освобождена. И все делаем для этого. Россия представляет опасность не только для Украины, но и для мировой глобальной безопасности. Об этом напомнила глава МИД Латвии Байба Бража в своем выступлении. Расширить тему саммита, а также обсудить, обсудить ситуацию во временно оккупированном Крыму нам поможет гость. Эскендер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, присоединяется к нашему эфиру. Приветствую вас на Freedom. Добрый день. Важные вопросы, безусловно, обсуждаются сейчас в Латвии, где присутствуют представители ведущих стран мира. Это Италия, Германия, Франция, Португалия, Канада и много-много других. И мы знаем, что вы также среди участников этого саммита. Расскажите непосредственно с места событий. Что происходит, какие темы на повестке дня и какие вопросы требуют глобального внимания и обсуждения. В рамках программы третьего саммита Крымской платформы, международной Крымской платформы парламентского уровня, тут как раз в программе предусмотрено пленарное заседание, которое совсем недавно закончилось. Но работа продолжается. Она началась еще вчера, когда начались сайд-эвенты, то есть параллельные мероприятия. И сейчас еще проходят параллельные мероприятия, на которых обсуждаются более детально те или иные направления. Ну, например, вчера мы начали о том, что депортация Крымских татар должна быть признана геноцидом, потому что именно Латвия является первой зарубежной страной, которая признала депортацию геноцидом. И, кстати, когда мы говорим уже о пленарном заседании, на мой взгляд, и для меня это очень важно, потому что я этим занимаюсь уже много лет системно, и Крымск-Катарский ресурсный центр, как раз многие представители тех стран, которые признали депортацию к геноцидам, обратились к своим коллегам других стран, чтобы они также последовали их примеру. Это будет здорово, это будет правильно, потому что действительно те преступники, которые совершали преступления, и те, скажем, преступления против человечности, которые были в 1944 году по отношению к Крымск-Катарскому народу, они сегодня повторяются в Украине. И этот мир должен осудить. Кроме того, я хотел бы обратить внимание на то, что в первую очередь то, что члены страны, страны-члены Крымской платформы, участницы Крымской платформы, практически 70 стран, они принимали участие. Кто-то был и онлайн, кто-то был оффлайн. Оффлайн, насколько я знаю, было более 40 стран. И это здорово. И это дает возможность коммуницировать, в том числе и, скажем, в перерывах, когда мы можем общаться с депутатами той или иной страны, для того, чтобы действительно обсудить те или иные вопросы. Ну и что касается основных посылов. Конечно же, основной посыл это депортация крымско-катарского народа. И признание депортации к геноцидам, основной посыл это план победы Зеленского или украинский план победы. И действительно, мы уже сегодня слышали, что некоторые страны уже сегодня публично заявили, что они готовы присоединиться к данному плану победы. Это важно. Это важно, потому что это такой дипломатический процесс, когда начинают появляться те страны, которые поддерживают, а от депутатов зависит много, потому что именно на национальных уровнях принимают решения депутаты тех или иных парламентов. Очень символично, что саммит проходит именно в Риге. Как отметила премьер-министр Латвии Викасилиня, страна хорошо помнит советскую оккупацию, которая длилась почти полвека, и понимает важность противодействия агрессии Кремля. Разделяют ли гости крымской платформы такую позицию, и готовы ли они к конкретным действиям, чтобы российская политика силы не расширялась и в конечном итоге прекратилась вовсе? Я бы сказал так. Насколько разделяют, тяжело сразу же сказать, но можно однозначно сказать, что те страны, которые принимают участие, те страны, которые подтверждают продолжение своего участия в Крымской платформе, они таким образом демонстрируют то, что они поддержат все эти инициативы. И в первую очередь они поддерживают территориальную целостность Украины. И как раз-таки мне очень было приятно, когда тот тезис, который мы в свое время пытались запустить в информационное пространство, что с Крыма началось, с Крымом закончится, сегодня об этом говорят представители уже других парламентов, других стран. И это здорово. И это говорит о том, что мы все равно едины, мы будем бороться за целостность Украины, мы будем бороться за цивилизацию, и мы будем бороться все вместе за, скажем, за право, за международное право, чтобы оно работало. Как вы сказали, да, среди главных тем саммита пятый пункт украинской формулы мира, это восстановление территориальной целостности Украины, в частности, освобождение Крыма, откуда, как вы уже упомянули, больше десяти лет назад и началось военное вторжение Российской Федерации в Украину. Но вот только теперь-то масштаб преступлений России, он ведь гораздо больше, это и массовые убийства, пытки, заключения, депортации и много еще другого. Как меняется ситуация вот в последнее время? Ну, в первую очередь, я хотел бы отметить, что некоторые выступающие парламентарии, они говорили о том, что, и они реально признают, и это было действительно, ну, тоже очень важно, что мы проспали восемь лет после оккупации Крыма. Вы правильно подметили, что то, что не остановили своевременно, оно привело к более крупным масштабам. И действительно, сегодня мы должны делать акцент на то, что если мы не остановим на этом этапе, то масштабы будут намного больше. И об этом должны помнить все. И действительно были, в том числе, посылы, в том, что сегодня действительно то, что происходит на территории Украины, и то, что Украина сегодня является фортпостом для, скажем, дальнейшего продвижения тоталитарного режима в Европу, это очень важно. И об этом, в этом выступлениях было понятно. Ну, и когда мы говорим о том, что дальше продолжается или каким образом, мы видим, что Россия не останавливается, пока ее не остановить силой. И это начинают понимать все. И пока мы действительно... Ну, кстати, был сегодня тоже такой посыл, что... К сожалению, небольшие технические проблемы есть у нас на связи с Ригой. Пока о других новостях. Дня к этому разговору мы вернемся чуть позже. На этом пока все новости. Следующий выпуск событий. О событиях сегодняшнего дня поговорим уже в 21.00. До встречи на Freedom. Редактор субтитров А.Семкин